здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас необычный урок политический сегодня такая тема знаете вот все кто наблюдает за тем что происходит в мире и соотнося с недельной главой призывают строить какой-то духовный кран при этом не дают нам место на земле где устроить и вот сейчас заявление президент соединенных штатов принять и они нападают на израиль за то что он обороняется террористов это очень странная позиция потому что если в любой стране мира ворвались какие-то банды и зарезали людей они уже но неважно так было всегда это не только сегодня просто сегодня кажется что вот такой мир это не всегда так мир не всегда такой я вам скажу надо всегда помнить о хорошем тоже вот все знают американских президентов кто всегда спросить кто там хороший был для я вот многие разговаривают для израиля но все такого симпатичного кеннеди называют на самом деле это абсолютно не так кеннеди вел анти израильскую политику но я вам расскажу про настоящего друга израиля и вот сейчас расскажу и джонсон диндон джонсон когда приступил к исполнению обязанности в день убийства своего предшественника кеннеди он принес присягу на посту на порт ночью на борту самолета кто знает там и на похороны президента кеннеди прибыла делегация израиля во главе с тогда президентом шазаром и после похорон джонсон подошел к нему и сказал вы потеряли другом но поверьте вы приобрели большего друга и действительно во время президентства джонсона совершенно невероятные вещи происходили с поддержкой сша на дипломатическом фронте на фон на оружейном фронте на посту и вообще сша превратилась в основном как и сейчас до этих событий все было до основы поставщик всего чем нуждалась израильская армия в частности в шестидневной войне именно линдон джонсон поддержал израиль больше того рассказывает что когда косыгин позвонил на саммите спросил джонсона почему вы помогаете израилю с тремя миллионами евреев которые противостоят восьмидесяти миллионов арабов он сказал по-техасски знал был техасец потому что это правильная сторона это правильно это очень сильная позиция такая да но не все знают что это и у этого президента еще более глубокие есть такие скрытые страницы он не только помогал и время он спасал их во время второй мировой войны будучи конгрессменом он добился разрешения на въезд в соединенные штаты сотен евреев из европы таким образом ну просто спасать и их жизни несмотря на то что официальная политика сша никаких виз все там гибните как хотите да что еще интересно спустя годы написал около 400 500 человек он через кубу тоже помог им спасись устроив кубинские паспорта жена его рассказывала что он принимал участие в церемонии освящения синагоги агудат ахим городе остин техас и к нему подходили все евреи говорили там много группа до гормого жил благодаря твоему мужу он нас спас 4 июля июня 45 года линдон джонсон посетил бывший нацистский лагерь дахау и воспоминаниях и уже написано что он вернулся домой совершенно ошеломленно его трясло и многие вещи он в этот день для него тоже поворачивалась кто кое-кто из знавших джонсона говорит что сорок шестом сорок седьмом году это малоизвестные факты он вместе с друзьями президент будущий президент соединенных штатов тайно переправил морским путем много ящиков таких с надписями техасский грейпфрут с державщими оружие для еврейского подполья в палестине 1993 году в администрации джонсона был роберт макнамара такое не он сказал что в шестьдесят седьмом году авианосец в мс сша был направлен чтобы помочь израилю ходе шестидневной войны и написано что был очень жесткий звонок из москвы они сказано если вы хотите войны вы получите войну джонсон не совершенно не испугался он сказал поддерживать до конца после войны не давил на израиль не придумал уход с копированных территорий что я могу сказать пусть там на небе во первых вот наш урок зачтут ему для поднятия его души потому что действительно был большим человеком но сегодня вот когда все не так просто кажется это еще и замечательно потому что когда есть какой-нибудь там даже самый хороший линдон джонсон ты на него опираешься все это может рухнуть завтра или он уйдет когда мы опираемся на того кто управляет всем на того кто ставит президентов на того кто управляет войнами на того кто управляет миром это наш хозяин и тец нас сидящий на небе да то мы мы победим по-любому и когда темнее всего рассвет не зря говорят великие слова когда нам вот кажется что действительно сейчас очень тяжело это значит что очень очень близко спасение браховая слуха да и Субтитры сделал DimaTorzok